Вы вдвоем, да? Тоже две минуты. У вас один проект? Один проект. Хорошо. Одна минута, поехали. Добрый день. Я Оля, биолог и руководитель компании CyberMionics. Мы разрабатываем костюм виртуальной реальности, который считывает, воспроизводит движение и ощущение. Я вижу здесь массу знакомых лиц, а вот меня не видят, потому что не узнали. Здесь при помощи нашей технологии, нашего костюма, мы хотим реализовать задачу распознавания человека по движениям. Движения. Соответственно, нам нужны специалисты по нейронным сетям, программисты на C-Sharp, и здесь была обаятельная девушка-нейролог, вот она нам тоже очень сильно нужна. Ну и, в принципе, все, кто хочет заниматься носимой электроникой, имеют в этой области разработки, приглашают к сотрудничеству. Спасибо. Все? Или еще? Обобщу просто. Речь идет про распознавание движений, в частности походки. То есть есть гипотеза, что походки — это кластеры. То есть когда мы простым человеческим языком говорим, он типа прыгающая походка или размахивающая, это мы пытаемся простым языком более сложные вещи сделать. То есть, соответственно, распознавание человека по походке… Минута. Все. Давайте к вопросам. И кто вам нужен? Команду вы сказали. Вы сказали, да. Давайте к вопросам, да. Есть вопрос? Бегу-бегу, да. Микрофон. Как на практике собираетесь применять? Система биометрической идентификации. Сейчас очень большая есть проблема с тем, что нет возможности распознать, кем является человек. Знаете фильм «Миссия невыполнима», где при помощи походки распознавали, каким образом, кем является этот человек. В данном случае мы хотим решить данную задачу. А в целом у костюма применение реабилитации после инсультов и травм, обучение сложным движениям и обратная связь к виртуальной реальности. А у вас вот эти перчатки, это как бы часть костюма? Да, перчатки — это как бы часть костюма, а здесь у нас с собой полный костюм для реабилитации, инженер и много железок. Отлично. А как это посмотреть? Есть вопрос по поводу походки. Чтобы распознать, надо костюм одеть? Не обязательно. Костюм — это… То есть вот в толпе мы как людей распознаем? Распознает класс походки и понимает, допустим, походка номер 12. Ну, не, каким? По видео или на основе чего? Вначале создается по датчикам, который… А, то есть костюм нужен, чтобы цифровать, а потом с видео будет. Абсолютно верно. А потом уже приложение нацеливает, видите, походка номер 12, плюс находите он, это вообще или нет, был преступник, который бежал там… А, да, надо добавить, что это нейрокостюм для нейроисследований и применения на практике. Отлично. Есть еще вопросы? Вопросов нет? Спасибо большое. Название. Номер 27. Запишите, пожалуйста. Номер 27. Записываем. Сайпер-ми. Ну, ты туда подойди. И микрофон мне. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.